Итак, у нас есть три координаты нового пространства. И конкретнее, конкретнее, конкретнее. Где это в картине? Где это нарисовано? У нас есть пространство сферы, неких социальных игр, которое выплеснулось из картины много десятилетий назад. И, собственно говоря, картиной в матрице социальных игр, единственной картиной является сама эта матрица. А всё остальное – это лишь игроки и роли. И в этом отношении я соглашусь, опять же, с Виталием Пуцуковым, что живопись – игра изначально. Но эта игра, она подходит своему пределу обобщения. Возникает вот эта вот сфера обобщения, и дальше сфера разрушается, и всё движется дальше. Вот, со сферой всё понятно. Блокчейн – это путь. Путь. То есть, вместо одного, одного на всех блокчейна, мы обрели возможность или права на собственное познание. Своё собственное. Познание никак не связано с познанием всего человечества. То есть, блокчейн даёт не то, что даёт свободу, а даёт форму для реализации такой свободы. Потому что познание можно представить потоком. Вот некий поток. И в этом потоке поток форм, поток красок, поток картин. Ну, как сказать, поток картин в пространстве смысла. То есть, вот, как оболочек. То есть, поток оболочек. Просто вот, как сказать, от картины к картины. Ведь между созданием произведения одного и созданием следующего произведения, значит, есть какая-то жизнь художника. Она тоже обобщается в следующем произведении. И так же, как и само это произведение. Вот. И вот понимание, вот, механизм этого процесса, который даёт блокчейн, вот оно вот освобождает нас. Вот. И необходимы примеры. Необходимы примеры, примеры. Для того, чтобы и определить нулевой блок, и определить новое понимание блока элементов, и определить то, к чему мы сейчас пришли, и то, к чему мы придём. Всю историю живописи. А, ну здесь можно, конечно, сказать, что рисуя блокчейн, я рисую всю историю живописи. То есть, я её повторяю вот на своём собственном примере, безотносительно к опыту всего человечества, я переживаю всю эту жизнь коллективного разума индивидуально. Вот. И, безусловно, нулевым блоком этой цепочки, элемент, первоэлементом, является вот ощущение. Ощущение реальности, ощущение жизни реальности, то есть, ощущение человека, ощущение... А, как бы, осознание... Осознание... Сознание... Сознание... Сознание осознаёт себя сознанием. Ощущение осознаёт себя ощущением. Некое такое первобытное. Я не знаю, вот у кого оно возникло, у караманьонцев, или они это переняли у неандертальцев, то читал о том, что неандертальцы не исчезли, а вот у алтайцев и у некоторой части немцев присутствуют вот гены неандертальцев. Не знаю, сложно ведь об этом судить. Ну, вот некое такое первобытное, вот, первобытное ощущение. И это первобытное ощущение, нулевой блок, вопрос, с которого началось и познание, и опыт, вот, некий такой феномен сознания. Значит, он тут же был разделён на опыт и познание. Сам человек его разделил. То есть проявил структуру вот этого своего сознания. Отражение природы человеком и отражение человека природой. Собственно говоря, вот откуда пошло разделение на искусство и обыденность, на опыт и познание.